Многие умершие, переходя в тот мир, не осознают того, что они умерли и что окружение их изменилось. Происходит это по двум причинам. Первое, это незнание. Второе, и чрезвычайно важное, заключается в следующем. Сбросив плотное тело, человек ощущает, что сам он от этого ничего не потерял из того, что он считает собой. Его Я. Он сам остался во всей своей полноте. После ампутации рук или ног человек продолжает их чувствовать и даже ощущать у них боль. Точно такие же ощущения, идущие как бы от физического тела, остаются в нем в виде пережитков его ощущений и после освобождения тела, то есть после его смерти. Тела нет, а привычные ощущения остаются на какое-то время. И голод, и холод, и жажда тоже сразу не исчезают. Знание освобождает быстро от земных пережитков, но его надо приобрести. Трудно это сделать при отрицании возможности жизни вне тела. Нечто подобное происходит и при второй смерти, то есть при сбрасывании ставшей уже ненужной тонкой оболочки. Человек даже не чувствует, что он что-то потерял, так как весь он, он сам, его Я, уходит с ним выше. Он думает об этом не более, чем о сброшенной старой одежде, пришедшей в негодность, ни на миг не отождествляя себя, свое Я снею. Потому смерть физического тела, смерть тонкого тела и смерть третьего, ментального, мы называем освобождением. Воистину, только в огненном теле света, уже не сменяемо, дух получает свободу. Жизнь в теле света обуславливается количеством и качеством элементов света огня, накопленных человеком во время его земных воплощений, то есть в мире причинности. Ничего не собравший, ничего не накопивший, будет нищ в мире света. Тот, кто ничего не посеял, ничего и не пожнет. Тот, кто посеял, пожнет по соответствию с природой и качеством посеянных им зерен. Посев психических зерен важен необычайно. Поле посева – пространство, а зерна сеются мыслью. Мыслями и устремлениями каждого дня творится посев на пространственной ниве и в ауре своего микрокосма. Сеятель и посев неотделимы один от другого. Созвучием энергии ауры, со всходом пространственного шнила, своих собственных психических зерен, происходит сужденная жатва. Творец и его творения, порождающие его порождения, неотделимы в пространстве, ибо связаны магнитные силы огня. Субтитры создавал DimaTorzok